Старладер ТВ Готовым принять, ни много ни мало, 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фонд турнира вырос более чем в три раза, до 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Старсерии в Дота ТВ можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене. 12 претендентов, 1 трофей. Смотри трансляции и болей за своих. Продолжение следует... Введите название, код, цену. И готово. G2A.com – цифровая торговая площадка. Упрощенная глобальная продажа. Г1A.com – цифровая торговая площадка. Г1A.com – цифровая торговая площадка. Г1A.com – цифровая торговая площадка. Г1A.com – цифровая контрольная объема. Девушки отдыхают. Пока что 0-1, команда Тим Судоттига, либо же коллектив 1-2-3, пока что ведет. Была невероятная схватка, почти час мы смотрели за прошлую карту, но все-таки Тим 1-2-3 смогли дожать своего соперника, сделать невероятный камбэк с 13 тысяч по золоту с помощью Свена, с помощью Шадоу Финда от Яматеха. Было сложно, но смогли. Лина в Лейте стала очень слабой и просто ничего не смогла сделать. Свену и Шадоу Финду. Но Айбинд Рейнджер попросту и не хватило. Слишком много армора у Свена за счет наличия Ворокрая и Керасы. И попросту команда Айдиэл была вынуждена написать ГГ, когда у них стоял голый трон. Но всю эту игру, если вы вдруг пропустили, она была довольно интересной. Вы можете посмотреть на каналах Стреладера на Ютубе. Заходите, смотрите. Все будет в записи в ближайшее время. А пока вторая карта Айдиэл и Тим 1-2-3. Напомню, также, кто не знает, матч очень важный. Если команда Айдиэл побеждает со счетом 2-1, то они получат 6 очков. И с командой Фнатик проходят дальше по плей-офф. Если же Тим 1-2-3 выигрывает, то будут переигровки. Потому что будут у Айдиэл 3 очка и у Тима 1-2-3 3 очка. И там будут ожесточенные переигровки. В общем, вот как-то вот так. Давайте переходить теперь к драфту. Команда Айдиэл запрещает Тума, Туска, Темпларку и Виверну. Также Банец Лордара, Квин оф Пейн, Клинкса и Клокерка Команда Тим 1-2-3. Ну и пикает 1-2-3 Дарксира и Найт Сталкера. А Айдиэл отвечает пиком Дизраптора, Шадо Финда и Спирит Брейкера. Ворует вот раз Шадо Финда у Яматеха. Ну, я думаю, что сам Яматех в принципе особо не расстроен. Пик был неожиданный от Тима 2-3. То есть Свен, Визаж, нечасто видишь таких персонажей вместе. Был также Даззл, который был очень полезный. Сколько раз Бена спасал от, по сути, неминуемой смерти. Но пока непонятно, кто будет Майнкерри. Ждем бремени у 3-4-3 еще целую минуту для выбора героя на центральную линию и для выбора Майнкерри. Есть наличие Виндрэнджера, кстати, который вполне залетает против Шадо Финда. Ну, поглядим. Вот пока лишь Жагернал появляется на позицию. Скорее всего, легкая линия. Используют его также и в Миде, но конкретно команда 1-2-3 больше его использует именно как Майнкерри. Хороший Майнкерри, особенно в таком пике. Против Дизраптора, против Баратрума, против даже Герокоптера. Блэйд Фюрия, это просто палочка-выручалочка, которая будет спасать от любых неприятностей. Банится Виндрэнджер. Да, хороший очень бан. Красиво. Могла бы в РКП ииться. У Тимса туда Тига. Ну и последний бан от 3-4-3. Ждем. Чего, интересно, он придумает. Банится Ондаинг. Ну, вполне мог бы он заехать под Дизраптора. Тамба, Декея, плюс Клодаун, плюс Рекимус оф Соулс. И суммарно могло бы очень много быть дэмэджа, именно в тимфайте неприятного. Времени подумать у Ноки очень много. Кого взять, кого не брать. Посоветоваться с тиммейтами, кто будет лучше конкретно в этом пике. Команда нуждается либо в оффлейнере, либо же во втором саппорте. Ну, наверное, оффлейнер это получше взять будет. Баратрум и так будет бегать, как саппорт по карте. Если завтра будут помогать гирокоптеры, надо взять хороший, мощный оффлейн. Клок в бане, Ондаинг в бане. Найтсталкер в пике у противника. Есть Слардар, кстати. А, нет, он в бане тоже, извиняюсь. Да, его собальный сразу. С самого начала. Ну, выборы не так уж много осталось. Всякие героев перебанили. Бисмастер есть, опять же, но, наверное, больше его брать не будут. А так, героев не особо и много, которых можно взять, реально. Батрайдер есть, кстати, тоже как вариант, но... Что-то я сомневаюсь, что он появится. Батрайдер остается. Надо отдел поспешить. То ли в догадках, то ли кто-то отошел просто и попросили подождать подольше. Но, тем не менее, надо пикать. Это Бэйн, Элла Спикин. Интересный, о чем вариант. Неужто это Баратрум на сложный? Либо это какие-то дабл-линии Бэйн плюс Баратрум и... Либо же вообще какой-нибудь Баратрум плюс Дизраптер и Гирокоптер плюс Бэйн. Ну, не знаю. Может быть, эти три героя будут стать вместе. Бэйн, Дизраптер и Гирокоптер в трипле. Баратрум на сложный, Шедуфин, Соло мид. Поглядим. Опять же, тут есть вариации, как можно поставить. Помнится, были времена, когда и Бэйн оставили в харду. Это было довольно естественно. Никто как бы не удивлялся, что Бэйн на сложную линию. Нет, такого не было. Все как бы смотрели это как на факт. Ладно, посмотрим. Все, 30 секунд остается, и мы все узнаем. Последний пик. Нужен сильный мид. Вайпер появляется, а Тима-2-3. Также неожиданно. Но Вайпер герой неприятно стоять. Против него всегда это мука. Так что там уже что-то Финду не поздоровится. Ну, давайте смотреть. Напомню, это Старладдер. Регион Юга, Восточная Азия. Коллектив Айдел против коллектива Тим Саду-2-Атига. Вторая карта. Формат встреч Бо-3. Ну и пока счет у нас 0-1. Команда Тима-1-2-3 впереди. Бен на Вайпере. Это Яматех на Джиггернаути. Я уж не знаю, поменялись ли они позициями, либо это будет соло Миджиггернаути. Давайте посмотрим. Но, скорее всего, нет. Может быть, просто Яматех получше на Джиггернаути. Бен получше на Вайпере. И вот так вот решили распределиться. Скоро узнаем. Остается отдельный дизраптор. Без своего хозяина. Ну и вот так же появляется. Ну что ж. Команда Тим-1-2-3. Саду-2-Атига. Бен на Вайпере. 3-4-3 на Дазли. Линк на Найтсталкере. Яматех. Соло Миджиггернаути. По запольному тангусику. Можно заметить. Очень-очень интересный выбор. Ну и Айс на Дарксире. Команда Айдел. Тенти на дизрапторе. Айден на Бэйне. Габжиби. Да. Спиритбрейкере. Ноки на Гирокоптере. И той на Шодоуфинде. Да, мы все правильно понимаем. Это Джиггернаут на позиции центр карты. Очень-очень интересно. Будет посмотреть, как Яматех исполнит на этом Джаггере. Против Шодоуфинда тем более. Легко не будет. Закидывает тут клинок. Красота. Красота. Это вот это розовый, да? Как я понимаю. Да-да-да-да-да. Очень красивый клинок. У меня слышат розовым цветом. Интересно. Ну и на пыд. Посмотрим. Через 40 секунд уж точно куда кто пойдет. Но я думаю, что у команды Айдел тут никаких неожиданных мув не будет. Трипла, Бэйн, Дизраптор, Игрокоптер. Сэп соло мид. Ну и на харде Баратру. Тандерстрайк на Найт Сталкера. Яматех будет, скорее всего, крутиться. Вот он начинает крутиться. И какая же война. За руну идет Яматех. Довольно-таки сильно просел. В итоге вынужден просто отсюда уйти. И руна в итоге забирает таки Шодоуфинд. Но проблема у Шодоуфинда. Шодоуфинд минус. Минус Сэп. И проблема ведь могут быть еще и у Ноки. Ноки надо бежать. Мукспид не хватает. Рокетбараж дает. Но если ему наплевать, он идет до конца. Не горит Ноки. Гори, гори. Ясно, Ноки. Рокетбаража нету. И все-таки уходит. Все-таки сумел уйти. А вот Бэйн не ушел. Тут Даззл вместе с Яматехом. Пришли, увидели, убили. В итоге два фрага за команду. 1, 2, 3. Фраг у нас. В копилку. Найт Сталкера и в копилку Даззла. Яматех довольствует с двумя ассистами. Но ничего страшного. Сойдет. Взял себе промышилд. Ну, разумеется, да. Побольше. Защита от атак. Шадо Финда не помешают. Интересное начало у нас. Активное начало, что главное. Проигрывали все ли хорошо со стримом. Да, со стримом все отлично. Давайте смотреть. Напомню еще раз, что обязаны 1, 2, 3 побежать, если хотят остаться на турнире. У них права на ошибку нет. То есть, если отдел проиграют, то будут все равно переигровки. То есть, у них шанс остаться еще есть. А вот 1, 2, 3 просто кровь из носу. Как хотят и как должны. Должны выиграть. Но пока начало точно за ними. Флазка им от тех вынуждены потратить. Да, сложновато стоять будет. Все-таки Шадо Финда. Уже он душ набрал. Уже дэмэджа немало. Будет все сложнее и сложнее. Легче не станет. Это Шадо Финд. Тут нужна помощь будет. Но от кого? Найтсталкерки минуты 4 придет не раньше. Внизу там Даззл тоже делал по горло. Надо помогать Вайперу. Надо, чтобы там Кабжи его не наглял. Она вот так вот может понаглеть, поударить в первый раз. Был бы баш, можно было попробовать пойти бы и дальше. Но на такой случай есть Даззл, который придет и поможет. Да, Шадо Бейв. Да, Шелу Грейв. И все в этом роде. Айс проседает. Рядом Эйден. Будет ли Найтвард? Нет, Найтвард не будет. Найтвард не будет. Нету маны просто у Ноки. Все она закончилась. Ну и Джиггернаут идут за руны. Хоть как-то. Хоть какие-то баунти руны сейчас для него будут просто как вода. Тут рядом и Линк есть. И руна. Руна, руна, руна. Баунти. Сойдет. Баззл с Хастой. Оставляют хотя бы Шадо Финда. Без бутылки пополнены. Придется ему скорее всего обузить Бодл. Да, Курьер уже едет. Пустой. Чтобы бутылка была собужена. ТНТ. За Айсом. Три удара сделал. Ну, для Дараксира это как бы вообще пощекотать. Щиток есть. Семь армора. Для Дараксира это вообще не удара. Съедает Марго. Айс. Удас Ларинга пока что еще далековато. Да, фарм вроде есть, но... Закупился. Маску взял стики и щиток, поэтому все деньги вложены уже. Матьях. Наконец-таки везет себе Бодл. Дождался. На топе там. Линк агрессивный лезет. Получает по лицу Тундерстрайком. Там еще и Бэйна готовят. И пошел чарж на Линга. Ну, не знаю. Слишком далеко. Тем более будет информация дана. Сейчас просто уйдет Линк и теряет уйма времени, братром. Зачем уходить? На Линне вроде все хорошо. Получаю опыт. Никто тебе не мешает. Но решил прогуляться. В итоге остается без маны. Сейчас на базу вообще пойдет? Да, нет. На базу не надо. У тебя манка есть. У тебя фласка есть. Зачем на базу? Очень странное решение. Кабжиби. Да, там сложно стоять. Это вайпер. Но хотя бы опыт получает. В итоге он идет на базу. Не получать ничего совершенно. Может быть вообще не хочет больше на Линне стоять. Хочет просто бегать по карте и убивать. Ох уж не знаю. Жиггернаут. Левел 5. Второй Блэдфюри. Первый вард. Первая пассивочка на криты. И снова контролит топ руну. Второй раз к ряду. На Бена. Чарж. Приходит к обжиби. Получает сразу плюху от вайпера. Ну в принципе вайпер здесь даже не особо нужно фармить и Мекку. Может быть этим займется. Дараксир. Погоня. За 3-4-3. Он еще и стаки здесь найдет. А вот это уже неприятно. А вот это уже очень неприятно. В итоге убивает той Дазла. Не находит стаки. Что очень важно. И у Бена. Ничего не понятно. Какого проблема. Тут рядом есть Дараксир. Побежал на Соржа. Бенчик. А вот он и башек прокнул. И Бен. Марсует. Глимсует назад. Но Бен сплаз. Киригенец не слабо. Линк приходит на первые пассивочки. Но это все равно минус вайпер. Снова башек по Лингу. Да что ж ты будешь делать. Как же Габжибидис везет на баши. И Линк бежать. Вот через секунду. Воид есть. Вакуум есть. И Габжибидис погибает. Но опять же. Размен явно далеко не выгодно. Хотелось, что Шеду Финдау убили ведь. Шеду Финдау убили. Да. Насалкер убил. Давайте посмотрим по итогам боя в итоге. 2 в 2. Дарксир. Извиняюсь. Даззл на вайпер. Нет. Хороший размен. Хороший размен. В плюсе команды. 1, 2, 3. Потеряли саппорты и кэри. Размен на мизера и оффлейнера. На центре хоть я матьех немножко постоял по фармилу. А правда совсем немного. Сложно. Ну и как сложно стоять. Ну и матьеху. К легкостям не привыкать. У меня на всех картах сложности одни. То против Виндрейнджера стоять. То против Шеду Финда всегда трудности. Но он с этим справится. Так вот. Посмотрим кто будет фармить милку. Тут и Бен. И... Ну все таки смотрите. Хардерского есть у вайпера. На центре убивать. С помощью мне слэша. И вайда. Шеду Финда. А там сделал Джиггернаут за все. Пришел. Увидел. Убил. И сказал что как бы я тут тоже есть. И я тоже опасный. Ну и так вот по крипстату Джиггернаут уже перегоняет Шеду Финда на минутку. Про герохоптер мы забыли на топе. Он фармит. Да. Ноки фармит как бешеный. 33 крипа. 13 гнайф. Стики. Фейсбудс. Надо купить себе какую-то аквилу хотя бы. Для начала. Ну и стаки ТНТ делают. С помощью Тандерстрайка делают. Стаки сразу в двух спаунах. Получается и там, а там. Неплохо сыграно. Ну и Джиггернаут себе везет чего. Чего ты привез. Ботинок. Про мэншилд. Брейсеровка где-то мой ботинок привез. Скорее всего именно так. Левел 7 имеется. И пока что видимо плюсики прокачал. Не знаю. Отдело все. Может быть. Смоук. Линк. Плюс Ямотех. Ну нету. У меня слэша. Но зато есть Айншелл номер 3. Зато есть ночь. Которая еще действует полторы минуты. И там Шадо Финт. Который разумеется пошел фармить. Таки выходит Линк. Линк дает войд. Побежал Ямотех. Подайншеллом. Той. Очень больно. Нет 3 км в соул. Стой. Пока что живет кулдаун. Блэдфьюри от Ямотеха. Таки погибает. Здесь Той. Все-таки можно отправить Сантоверу. Линк на развороте. Еще по ноке. Начинает напиливать. Минус ноке. Минус 2. Ямотех. Здесь под вардом. Подхиливается. Прибегает Баратру. Прибегает на Линка. Линк урну нажал. Моментально сбивается. Айс. Наготове помочь. На развороте. Габжиби. Так же больно. Шеллл Грейф по Линку. Это минус 3. Что творят ребята из 1-2-3? Зачем Айдилу идут фидить? Еще Айден здесь подставляется. Айден. Уйти. Говорит Линк. Дай пройти. Дай пройти мне наконец. И Линк. Войд по Айдену. Может делать еще один килл. Найтмер. Но это не важно. Минус 4. Делает команда. 1-2-3. На топ линии. Совершенно. Непонятно. Зачем сюда все пришли по одному сливаться. Погиб бы только СФ. Все. Все остальные бы выжили. В итоге. Стакки тоже должны зафармиться. Как же без этого? Под Айншеллом. И Линк получает уйма денег. Ну вот это полезный Найтсалкер ночью. 3-0-6. 9 киллов из 9 на счету Линка. Ну и за ночь он сделал максимум из того, что мог сделать. Можно купить себе какое-то быстрое. Страмидас. Можно выйти в Пойнт Бустер. Думать о появлении Аганима. Поглядим. И то и другое. Звучит неплохо. На топе. Линк. Понимает, что наступил день. Надя немножко успокоится. Ну вот левел 5. Почти левел 6 после ночи. Такая насыщенная ночь у Линка выдалась. Весьма насыщенная. Ну и Дарксир, Баклер, Хардреск. А что они творят-то? А, Вайпер продал Хардреску. Ну да. Видимо сначала они просто не договорились, кто будет что фармить. Ну не знаю. Может быть лучше было и Вайпера купить. Все-таки. У меня кукле им стоит Линка назад. Линк даже вот не успел нажать. Ну и все. На этом атака заканчивается. Ну правда они тут борзеют. Стоят фармят. И маленький спаун крипов. И всех крипов зафармили. И тут тоже вышка под атакой. Она с Глифом конечно надела. Допить не будут. Просто нет смысла. Ну Глифом хотя бы надо нажать. Нажмите Глиф. Даже Глиф не жмут. Настолько они жесткие. Настолько они жесткие. Внизу. Ноки. Вместе. Габжиби. Дирокоптера. 800 золота. Маджик Пэн себе взял. И идут дальше. Айс вместе с Беном. Совершенно без проблем. Делать стаки. Очередные для Шадо Финда. И Шадо Финда пофармил. Как я понимаю. Ведь так? А Шадо Финда походу пофармил. Здесь пофармил сочненько. Потому что крипов нет. И они не могли просто так. Сейчас Ямотех побежал. На Габжиби. Сайланс давался еще ночью. Потом Сайланс очень долгий. Минус. Баратром. Ямотеха дальше бы. Там иллюзии. Там иллюзии. Поэтому. Он не слышит давать. Нет смысла. Робов за мейджи. Плюс брейсера Ямотеха. Вот они уже барабаны. Почти есть. Нужно докупить только лишь рецепт. Ямотех такой статовый будет парень. Статов реально хватает. Посмотрите. И хп. И урона. И интеллекта всего хватает. Это хорошо. И барабанщики также дадут еще больше статов. Уже в принципе есть и Робов за мейджи. И брейсер. Сила. Ловкость. Интеллект. Вайпер. Базилка. ПТ. Пошел. Чарж. И могут попробовать убить. Но рядом. 34-3 в очень выгодной позиции. Если будет фракса Бен. Еще непонятно кто из этого всего выиграет. А вот вырывается Габжиби. Останавливает Чарж. Понимает что под вышку лезть смысла нет. Будут телепорты. И тогда тебя уже накажут на развороте. Но убьешь ты там этого Братрума. Но погибнет ИСФ. Если убьешь ты там того Вайпера. Но погибут может 3-4 героя. Если вы придете убивать одного там Вайпера. У которого уже пассивочка есть. У него Ботаносилу. Стики. Базилка. Ну вот так вот. Хотел сказать что Мека на Бена была может поинтереснее бы. Потому что надо как-то Бен уплотняться. Побольше армора. Но Драксир уже Мека. Уже есть. Все. Есть Мека. Медасик. На 10 минуте. 28 секунде. После урны. После Маджик Вэнд. После ботинку. У некоторых кэри на такой минуте нет Медаса. А тут саппорт. 3-0-7. Ну вот Линк на прошлой карте играл на Дазли. Говорит. Дайте мне на этой карте поиграть нормально. Персонажа. Персонажа четвертой позиции. Которая хоть что-то может. И вот он может. Вот он Линк. Не перестану его хвалить. Потому что пока что он делает эту карту. Пока он. Делает доту. И победу для своего коллектива. Только лишь он. Погибает у нас Герокоптер. С помощью Джиггернаута. Омнио Слэш. Блод Фьюри в деле. 1-1. Я мать их третил со своим соперником. Своим коллегой, так сказать. По несчастью. Формилой. Но Герокоптер проиграл в том фейнте. Даже кулдаун не дал. Но смысла нет. Омнио Слэш. Все слишком произошло быстро. Чтобы понять. Что нужно сделать. Да и толку от этого кулдауна. Наверное бы никакого и не было. На центре. Мышка. Почти пала. Нажимается глиф. Но команда отдела опять же не готова дефить. Говорят. Надо фармить Тойю. Надо фармить Герокоптеру. Что по Нетворстам кстати. Уже 12 минуты игры у нас идет. Ну Дараксир топ-2 на удивление. Ничего себе. Дараксир 3-0-6. Также у нее счет. Джиггернаут. Понятно дело топ-1. Нейсталкер топ-4. Перегоняет даже Вайпера. Ничего себе. И вроде Герокоптер всю игру фармил. Но погиб в два раза уже. Да. Что неприятно. Ну и уже не такой он топчик. Все там рядом с Вайпером. Разница не маленькая. 700 единиц золота. Я мотех. Купил себе маску. Ну Мом наверное не надо покупать. Можно купить Фледмерс какой-то. Фледмерс сойдет. Для команды опять же артефакт уникальный. И да. Хардреска. Маска. Будет Фледмерс в офере. Все верно. Играет 1-2-3. Как-никак-то слаженно. Четко. И понятно для зрителя. Что они хотят сделать. Как они хотят выиграть. Улетает на телепорте Герокоптер. Улетает на топ. Непонятно только зачем именно на топ. Ну там крип есть. Да. Вот почему. Вот почему и зачем. Ну и Шадо Финд пофармливает чужие леса. Свои леса. Эншенты. Все что видит. Все что можно зафармить. Все что разрешает зафармить. Он и фармит. На центре. Шадо Финда находит. Но Линк ничего не сделает. Там хоста. Действует еще порядка 5-7 секунд. И на развороте Линка могут ведь и подцепить. Линк бежать. Глимсуется пока не получается. Линк зря отвернулся. Зря может быть развернулся. Хотя есть войд по Тою. Той. Глимсует назад Линка. Нажимается. Барабанчики. И Той надо бежать. Он мне стоит через 5 секунд. Дается вайперстрайк по... Непонятно по кому там дали вайперстрайк. Он в итоге минус Бэйн. Размер на Дарксира. Ноке надо бежать. И до сих пор Той живет. Типа аут. Он мне стоит вынужден потратить Яматек. Дабы все таки убить Шадо Финда. Ну и вайпер там дал кого-то. Видимо в Бэйн вайперстрайк дал. Бэйн поржал. Фейнс грипп на Дарксира. Дарксира вроде и убил. Но. Явно этого было недостаточно. Но по золоту все ровно. К 620 на 667. Да. Еще бы одно золото меньше было бы идеально. Еще одна. Вышка. Скорее всего упадет. А дело не смогут ее допить попросту. И больше 10 тысяч по золоту 1-2-3 ведут. Ничего себе. Больше 5 по опыту. Цифры какие-то просто адово страшные. Да. Вот это 1-2-3 разогнались. Это 13 минута всего лишь. Напомню. Ладно бы это была минута 30. Тогда еще ладно. Но это 13 минуты. Такие цифры это просто что-то невероятное. Бледмерс. Фейсбутс. Барабанщики. Пурменшилд. Мека-мека. Только появился Шадо Финда. Очень поздно. Ботинка нет. Обычно он. Бутсов Спид. Без ПТ. Да. Шадо Финд. Единственное. Хоть кто-то как-то вырывается. Посмотрите. 1-2-3-4. Игрока. Только лишь Дазл как-то просела. Остальные все порнотворцы идут в топах. Ужас какой-то. Вайпер самый нижний. Не считая Дазла. Хотя Вайпер напомню. Это как бы мейнкерри. Команды. Яша есть у него. Есть Белт. Ну, на самом деле, Яша выходит. Понятно. Это же такой боевой артефакт. И Рошанчик падает. А дело, не мне нечем давить. Нет никакого Шейкера там. Никакого Паришина. Не говорю, что Клокверка там. Ничего такого. Нечем рваться на Рошана. Клдаун. Но его не хватает. Это понятное дело. Его просто не хватает, чтобы вырываться и что-то делать. Клокверка там. Саус уходит. Весь Шеллой Грейв. И минус Барат Румна Б. Надо бежать. Нажимает ПТ на силу. Все-таки ставится. Глимс. И без шансов для Вайпера. Такие бы убиваетесь. Но сейчас получили, а дело, немало денег. Дарксиры минус. Вайпер минус. Я бы сказал, даже очень много. 1700 получили. Да, и 200 опыта. Не было Джаггернаута. Был бы Джаггерфайт. Все было бы иначе. Везет себе, кстати, Джаггернаут. Вот так взял себе. Блейд оф Лекрити. Ну, очевидно, появление. Яши. Да, вот она уже. Яша готова, кстати. Чарж. На Найт Сталкера пошел. Побежал Барат Рум. Линк подайншелом. И там много телепортов дается. И Линк понимает, на что идет. Но Чарж поэтому избивается. Сейчас новости поступили на Твиттере. Смотри, что. LGD, CDC не получили визу в Германию. Очень интересно. Как такие СЛ так сделали, что не получили? Ладно, Американ. Это ж Германия. Шенген не выдали. Ничего себе. Да, уже получается три коллектива. Но один точно не приедет. И два под вопросом. Один и так много осталось. Сегодня уже шестое. Начало 12-го, да, или 13-го числа. Ну, то есть, вообще копейки. И уже не факт, что даже визу успеешь сделать элементарно. Интересно очень получается. Ну, ладно. Виф от Дазла. Хороший виф от Дазла. Сбивает ракету. И Яма-Тех под Вардом стоит. Напиливает. Реген плюс 34 единицы в секунду. И вышка падает. Там еще Той. Главное не подставляться. А то мне слышишь, получишь в лицо. И все. До свидания. Там он хоть и второй, но его вполне хватит, дабы убить. Вместе с комбинацией там Насталкера с Вайдом. Кстати, Насталкер уже с Аганимом почти. Вот так вот. Линк могет. Лингу не надо много времени. Дабы выформить вот такой серьезный артефакт, как Аганим. Для Насталкера прям супер важный артефакт. Это 18 минуты игры, напомню. Ну и по графикам все по-прежнему очень печально. Больше 10 тысяч по золоту за Тима 1, 2, 3. Ну и больше 5 тысяч отдел проигрывают по опыту. Что с этим делать, непонятно. Ну, Ноки фармит, Шадо Финдальше фармит. И надеяться надо на чудо, на хороший Финс Грипп, на хороший Статик Шторм, на хороший Кулдаун и на хороший Ультимейт от Шадо Финда, Рекомер Солс. Возможно, если все вместе будут закастованы, будут закастованы как надо, то это решит частично проблемы. Поглядим, далеко опять же не факт. В смоках. Команда Дил. Никого-то искать они не сумели. И остается пауза. Секунду просит Линк. Какие-то неприятности. Напомню, 1-0 и Айдел должны побеждать, если хотят пройти плей-офф без переигровок. Для 1-2-3 победа означает, что шанс на плей-офф есть, будут переигровки, они там будут играть еще раз. Команда Дил. Там уже решится. Что к чему, но это будет попозже, если команда действительно 1-2-3 выиграет, то все анонсы будут пабликовать.